итак друзья как и обещал я как и обещал сейчас будет продолжение моего моих изысканий по поводу очистки очистки жидкой культуры вот здесь у меня lion's mane жидкая культура со спор получилась очень шикарная культура беленькая такая буквально со спор вот это развилась и грибница но прежде чем высаживать в большой мешок и как говорится делать уже дальнейшие шаги я решил запустить ее ну и поскольку я знал что у меня на окне не очень чистая ситуация там плеснец уже летает но я вижу визуально там как не чистить и от нее невозможно избавиться значит я продезинфицировал уколол сюда антибиотик мало того я еще туда уколол немножко перекись водорода в надежде что все это сработает как бы грибница живая все с ней в порядке ну вот вам результат вот вам результат вот вам результат зелень плесень то есть вывод какой вывести плесень не перекисью водорода не антибиотиком не реаль но то есть может быть есть какие-то более глубокие способы но я имя не владею то есть вот это все конечно же все пойдет ведро вот эта культура и вот эти вот результат специально маленькую баночку инокулировал чтобы посмотреть как она себя поведет она себя показала то есть после вот этих всех чисток предпринятых дальше смысла я не вижу с ней с ней заниматься все показываем точно так же уже инокулированная на пробу грибница показывает себя лучшем виде чистенькая беленькая это было получено из жидкая культура точно также было сделано но не из не из пор а из мягких теканья гриба я клонировал в общем вы знаете как это делается если не знаете я два слова расскажу то есть берется середина из центра гриба без любого места берется кусочек микроскоп достаточно одного миллиметра 5 как получится стерильным инструментом забрасывается в пастеризованную среду питательную и через какое то время начинает но это такой организм уникальный он начинает выдавать точно такой же вот жидкими цели как вот здесь но это уже было получено не из пор и вот это пробник мой он показывает что он чистый что он чистый дальше если вы помните я делал я делал чистки для у меня была жидкая культура которая была мутная вот эта муть в жидкой культуре я ну как к такому выводу пришел что муть она появляется либо загрязнение двух видов либо это бактериальное какое-то загрязнение либо это загрязнение плесенью вот плесень себя вообще никак не показывает вот плесень вот это пораженная плесенью прозрачная чистая хоть пей дальше это самое на вид ничего не предвещало беды вот там же было такое как за начала замолачиваться же такая была мутная культура значит укола антибиотиком было достаточно я туда капнул пол кубика антибиотика там на вот не не замерял специально просто вот от себя интуитивно там дал там пол кубика какое-то время она там поболталась пожилая эта культура я ее не трогал долгое время и потом вот этот пробник вот этот пробник после укола смотрите шик модерн заливает белым вообще безо всяких проблем так что вот таким вот образом делаем выводы а выводы следующие то что мой бесценный личный опыт то есть я лично для себя понял как это все работает и скажем к споровым вот отпечаткам особенно ну может быть каких-то в лабораторных условиях это здорово работает но вот у меня на окне но было но явно не лабораторные условия то есть споры проклюнулись споры создали эти кластеры грибницу создали но увы не удалось избежать заражение плесенью и бактериальное поражение можно прибить при помощи инъекций антибиотиков жидкую культуру вот это вот самое главное я считаю для меня для кого-то это наверно уже пройденный этап но как бы это для меня это было интересно и я уже точно знаю как это работает а вот и в каких условиях теперь если я буду получать любую или через агар или через жидкую культуру только лишь из центра гриба только лишь из мягких тканей гриба ну вот так вот вот такой вот отчет получился у меня проделанной работе это в одном из моих предыдущих фильмов я делал эти инокуляции кому интересно вы посмотрите найдите будьте здоровы будем дальше будем дальше экспериментировать